Девушки отдыхают Спасибо, что присоединились сегодня ко мне на фестивале Манны. Сегодня у нас весьма интересная тема — древние истории из Иерусалимского склепа. Вы видите фото из церкви Гроба Господнего в Иерусалиме. Несколько лет назад мы посетили церковь Рождества Христова. С помощью нашего друга Николаса Канелотти, члена церкви Рождества Христова, мы передали большое пожертвование на помощь этой церкви, чтобы они восстановили для молодежи некоторое помещение, находящееся на территории церкви. И когда мы были там, один из священников церкви сказал, «Мы хотели бы показать вам то, что большинство туристов не видят». Он повел нас в подвал под церковью и показал нам, где, согласно традиции, находится яма, в которую сбросили младенцев, убитых в Вифлееме. Это были младенцы, которых Ирод убил во времена рождения Иисуса. Он убил младенцев в возрасте до двух лет. Как говорит их традиция, это традиция, люди собрали кости 1400 человек и похоронили их под церковью. Когда я говорю «похоронили», то имею в виду, что они лежат в закрытом месте за решеткой. Вы не можете зайти в эту комнату. Это место называется «Пещера Вифлеемских младенцев». Я не знаю, сможем ли мы показать вам видео с того места. Это место коснулось меня. Там были кости как взрослых людей, так и детей. Суть в том, что это те малоизвестные места, которые находятся в Иерусалиме. И вот, что я хочу сделать сегодня. Я хочу, чтобы вы внимательно слушали меня во время этого учения. Я расскажу вам нечто интересное о другом гробе. Это гроб, где был погребен Христос. Хотите, верьте, хотите, нет, но существует три места. Я немного вернусь назад. Есть одно традиционное и два возможных места, где был погребен Христос. Первое — Церковь Гроба Господнего в Иерусалиме. Традиционно именно это место считается местом распятия и погребения Христа. Библия говорит, на том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый. То есть гроб и крест находились рядом. Обычно, когда православные или католики приезжают на Святую Землю, то идут именно в эту церковь. Есть и второе место, которое называется «Садовая могила». Его нашел генерал Гордон в конце 19 века. Он заметил холм в северной части Иерусалима. И если присмотреться, то можно увидеть глазницы, которые формируют череп. И удивительно, что рядом с этим холмом нашли гроб. Это чудесное место. В основном, его посещают протестанты всего мира, чтобы принять там причастие. И мы также поехали туда во время нашей последней поездки на Святую Землю. У нас было чудесное причастие там, в садовой могиле. Третье место... Я не пытаюсь запутать вас. Третье место находится где-то на вершине Елеонской горы. Доктор Мартин, настоящий гений-исследователь, говорит, что когда сотник увидел, что завеса разорвалась, то сказал, «Это действительно Сын Божий». Он сказал это во время распятия Христа. А единственное место, с которого можно увидеть завесу храма, это Елеонская гора. А Елеонская гора также была местом погребения во времена Христа. В той местности много могил. И не вдаваясь в последующие детали, я хочу показать вам нечто. Матфея 27, 59, 60. Вот что говорит Библия. «И, взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницу и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился». Вот в чем суть. Этот Иосиф, Иосиф Аримафейский, как говорит традиция, он был богатым торговцем, но он также был известным членом Совета Синедриона. Он состоял из 70 членов. Первосвященник был главой этой группы. Принято считать, что Никодим, который пришел к Иисусу ночью в Иоанна 3, а также Иосиф Аримафейский, были богатыми людьми. Как говорит доктор И. Элтери, изучавший эту тему, и, как сказано в Луки 8, было две женщины, которые поддерживали Иисуса. Одна из них была женой распорядителя Ирода. А распорядитель Ирода получал порядка 10% от всех зданий, что строил Ирод, потому что он на современном языке был подрядчиком. Это был очень богатый человек. И так было две женщины, которые следовали за Иисусом, их мужья были очень богаты. Считается, что одна из них была женой Иосифа Аримафейского. Вот как они связаны. Так говорит традиция. В ранние времена людей не закапывали на 2 метра под землю. Эта традиция появилась позже. В аудейской традиции, и очень важно, чтобы вы поняли это, они хоронили людей в нишах, в пещерах. Это была пещера, которую проделывали в песчанике. Они искали пещеры в песчанике, а затем делали в них ниши, небольшие туннели, в которых потом делали боковые ответвления на 2 метра в глубину и где-то от 1,5 до 2 метров в высоту, в зависимости от местонахождения пещеры. Они обматывали тела в лен и оставляли их там где-то на год. А после того, как тело разлагалось, через 12 месяцев родные разматывали тело, и там оставались лишь кости. Они обмывали эти кости оливковым маслом, а затем брали кости этого человека и клали в урны. У меня есть несколько урн из пенопласта. Мне стоило взять большую урну. Я даже не подумал об этом. Это было бы чудесно. Мы видим, как их постоянно находят в Израиле. Итак, они клали в урны и вырезали имя человека на урне. Вот как можно было узнать, что человек умер. После этого эту большую урну брали и ставили в нише в пещере. Они ставили по 8 урн из одной семьи. Когда я говорю об урне, то имею в виду сундук, вырезанный из камня. Вот как хоронили людей через 12 месяцев после того, как тело разлагалось, будучи обернутым в лен. Я хочу сказать вам еще кое-что. Если вы помните, то был человек, который сказал, «Позволь мне пойти и похоронить моего отца». Иисус сказал, «Нет, следуй за мной. Пусть мертвые сами хоронят мертвецов». Я считал это очень нетактичным высказыванием. Я сказал, «Иисус, ты даже не позволил этому человеку поехать на похороны своего отца. Как такое может быть?» А потом я узнал, что имелось в виду на самом деле. Его отец умер, прошло 12 месяцев, и он собирался пойти, чтобы подготовить кости и сложить их в урны. И поэтому Иисус сказал ему, «Пусть люди, занимающиеся этим, займутся этим. Ты же должен следовать за мной». Он не запретил ему посетить похороны отца. Он запретил ему идти туда 12 месяцев спустя, чтобы достать кости, очистить их и положить в урну. Это могли сделать и другие люди, в то время, как он мог следовать бы за Господом. Очень важно понимать это. Давайте посмотрим на погребения. Как я уже говорил, в те времена людей хоронили в пещерах. В Хевроне есть пещеры, в которых похоронены Авраам, Исаак, Иаков, Исара, а также остальные патриархи. Также у нас есть могила Рахили. Рахиль не была похоронена в Хевроне. Она была похоронена по пути к Вифлеему. Вот что случилось несколько лет назад. Я считаю, это очень интересно. Несколько лет назад эти могилы в Хевроне реставрировали. Мы были там всего один раз. Само место погребения находится глубоко под землей, ниже уровня пола того большого здания. Мы говорим об Аврааме, Исааке и Иакове, которые жили тысячи лет назад. Но они проводили там раскопки и нашли доказательства существования древних могил, находившихся в этом месте. Принято считать, что это могилы патриархов. Я говорю вам о могилах, потому что я хочу поговорить о процессе погребения Иисуса. Это интересное учение. Я знаю, что люди хотят слушать о последних временах и пророчествах. Вам нужно слушать подобные учения, потому что есть люди, которые не верят в то, что Иисус был распят. Они думают, что кто-то занял его место, а он избежал казни. Есть люди, которые считают, что он едва не умер. Но когда его положили в гроб, он каким-то образом очнулся и ушел оттуда. Вот почему гроб был пустым. Также есть люди, которые верят в сплетни, которые появились после его воскресения о том, что ученики как-то пробрались туда и украли тело. Но я хочу поговорить с вами о погребальном процессе тех времен. Во-первых, мы видим, что в процессе погребения во времена Иисуса сказано, что он испустил дух в девятом часу. Он висел на кресте определенное время. Мы рассмотрим погребальный процесс. Он висел на кресте порядка шести часов. За это время, с девяти часов до трех, как сказано в Матфея 27, 45, он испустил дух. Он отпустил свой дух. Его дух покинул его тело. Куда отправился его дух? Апостол Павел пишет, что Иисус Христос перед тем, как вознестись на небо, сошел в нижние части земли и проповедовал пленным духом. Пленные духи это святые Божьи Ветхого Завета, которые умерли. Их духи и души покинули их тела, и они находились, как сказано в Луке 16, в месте под названием Лона Авраамова, где-то под землей. Они могли быть прямо под земной корой. Там есть огромные каверны. Мы не знаем на данный момент, что на самом деле находится под землей. Мы лишь знаем, что ядро очень горячее. Вот почему многие в Библии говорят, что там находится ад под землей. Ад где-то там. Я верю, что ад — буквальное место. Это не метафора, не аллегория, не символ, а реальное место. Вот что произошло. Иосиф Аримафейский снял тело Иисуса с креста и сделал две вещи. Он обложил тело пряностями. Это была подготовка тела к погребению. А затем взял 50 килограммов льна. Это много. И обмотал тело в саван. Он обмотал все тело этим льном. Есть такая вещь, как туринская плащаница. Многие знают о ней. Миллионы людей видели ее. На ней остались следы человека, который был распят. На ней даже остались следы крови. Я не буду спорить о том, подлинна она или нет. Если это подделка, то она сделана настоящими мастерами. Но не так давно ее проверили с помощью новых компьютерных систем. И сейчас еще больше людей из научного сообщества считают, что эта плащаница подлинная. Если бы я жил в те дни, и у меня был погребальный саван Иисуса, то я не позволил бы римлянам жечь его, не позволил бы кому-то уничтожить его. Я бы использовал доказательства этого савана. У нас нет библейских записей о том, кто взял его. Но я говорю вам, что если бы я был там, то оставил бы этот саван, чтобы потом сказать, вот в чем он был погребен, теперь же он воскрес. Это очень интересно. А теперь давайте вернемся к теме. На похоронах Ирода 500 слух использовали пряности. Гамалиил нанес 40 килограммов пряностей на Ирода во время его погребения. Кстати, Ирод был весьма популярен среди иудеев благодаря своей программе строительства, хоть он и был злым человеком. Он убил детей в возрасте до двух лет в Вифлееме. Сегодня 50 килограммов пряностей, которые использовали они в те времена, стоили бы 150-200 тысяч долларов. Не забывайте, что Иосиф Аримафейский и Никодим были членами Синедриона и тайными последователями Христа. Они были очень богатыми людьми. У них были запасы пряностей. Итак, его положили в каменном гробу. Надеюсь, у нас получится показать вам садовую могилу. Это чудесное место. Один из моих духовных сыновей сейчас заведует садовой могилой. Скорее всего, он смотрит нас, так что я передаю ему привет. Сам он из Италии, и сейчас он работает там. Это чудесное место для служений. Итак, Иисуса положили в гроб и обмотали пятью-десятью килограммами льна и пряностей, а затем могилу закрыли круглым камнем. В нескольких местах Израиля до сих пор остались могилы с такими камнями. Камень, которым была закрыта могила, исчез. Возможно, его разобрали на части посетителей или туристы на протяжении тысяч лет. Мы не знаем. В любом случае, на земле есть ниша, в которой ходил этот откатной камень. Он весил порядка двух тонн. Кроме того, этот камень был запечатан римской печатью, на которой был знак Рима. Вот что это означало. Это означало, что если печать будет сорвана, римские солдаты, которые охраняли гроб, по-моему, об этом говорил Джош Медал. Он изучал этот вопрос и сказал, что, скорее всего, это была группа из 16 человек, которым запрещалось спать. Они должны были бодрствовать во время ночных страж, чтобы убедиться в том, что никто не снимет печать и не проникнет в гроб. А если печать будет сорвана, то люди, охранявшие могилу, римские солдаты, могут быть сожжены заживо в своем обмундировании. Таким было наказание за сон на страже объекта, запечатанного римской печатью. И вот что случилось. Когда женщины пришли ко гробу, а потом Петр и Иоанн, то они заметили, во-первых, что камень отвален. А если камень отвален, то это означает, что печать сорвана. Итак, печать сорвана, а камень отвален. Вот какая у нас ситуация. Для того, чтобы откатить этот камень, нужна была группа людей. Он был настолько тяжелым, что даже двое не могли бы откатить его. Нужна была группа людей, чтобы откатить этот камень и сорвать печать. И если печать была сорвана, то все солдаты, которые, согласно Библии, сказали, что уснули, были бы наказаны. Их сожгли бы заживо в обмундировании, потому что они допустили то, что было запрещено. Их ждала бы смертная кара за это. Но у нас нет записей о том, чтобы кто-то из солдат, охранявших гроб Иисуса, был сожжен заживо. На самом деле, в Писании сказано, что им заплатили, чтобы они сказали, что ученики украли тело. Это еще серьезнее, чем то, что сделали солдаты. И вот почему. Там было 16 человек, которые не спали, охраняли гроб. Во-первых, все 16 должны были уснуть. Во-вторых, это было ночью, им нужны были факелы, чтобы зайти туда, и они разбудили бы спавших солдат. Третье, им нужна была бы группа людей, чтобы откатить камень. Если бы это делали ученики, то они разбудили бы солдат, которые сразу бы набросились на них. Четвертое, ученики были напуганы до смерти. Они не собирались даже подходить к гробу. Именно женщины пришли рано утром, чтобы помазать тело. Не мужчины. Мужчин там не было. Женщины были верными. Они были с ним на Виа-де-Ла-Роса, когда он нес крест. Женщины плакали над ним. Женщины были во время распятия. А ученики убежали. Единственный, кто был во время распятия, согласно Евангелиям, это Иоанн. Остальные же разбежались. Они были напуганы до смерти. Они боялись, что после Иисуса они возьмутся за них. А когда Иисус воскрес, прочитайте в своей Библии, где они были. Они были в комнате за запертыми дверями и окнами. Вы верите той лжи, которую сказали солдаты, что пока они спали, ученики украли тело? Они боялись своих теней. Они боялись смерти. Они боялись, что будут следующими. Петр уже отрубил ухо человеку. За это он мог быть приговорен к смерти, потому что это был слуга первосвященника. А первосвященник был поставлен Римом. Он сделал нечто, но Иисус вернул ему ухо и уничтожил доказательства, чтобы Петра не приговорили к смерти или распятию. Некоторые говорят, что его заменили. На самом деле существует традиция в одной мировой религии, которая гласит, что Иисус не был распят, что Бог изменил вид одного из учеников Иуды, и его прибили к кресту. А потом Иисус был взят на небо, где Он попросил прощения у Бога за то, что обманывал людей, называя Себя Сыном Божьим. Это теория, которую исповедует одна из крупных мировых религий. Но я хочу, чтобы вы задумались вот о чем. Следите за ходом моих мыслей. Если Иисус не жив, то христианская религия абсолютно напрасна. Но если Иисус жив, то Он воскрес из мертвых через три дня. То Он — настоящий Мессия, о Котором говорят пророки и Моисей. А если Он — Мессия и говорит об этом? Павел написал об этом в послании к евреям. Иисус умер и пролил Свою кровь в качестве финальной жертвы за человечество. Он взял на Себя все грехи мира. Это означает, что мы с вами находимся под смертной карой из-за греха Адама. Но когда мы обращаемся к Христу, Он через Свою кровь очищает нас от этих грехов, убирает эти грехи и записывает наше имя. Вы видите книги за мной, в книгу жизни Агнца на небе. Вот что представляют эти книги, эти свитки. Вот она, книга жизни. И когда ваше имя оказывается в книге жизни, в книге вечной жизни, то это гарантирует вам доступ на небеса после смерти. Когда ваш дух и ваша душа покидает ваше тело, ваше имя должно быть записано в книге жизни. И вот почему я хочу вернуться. Никто не заменил Христа. Откуда нам это известно? Откуда нам известно, что Иисус жив? Фома увидел шрамы на теле и воскликнул «Господь мой и Бог мой». Два человека по дороге в Имаус увидели, как Он исчез у них на глазах после того, как Иисус объяснил им, что написано в Торе и пророках о Нем. Затем ученики увидели Его, 11 учеников. Иуда совершил самоубийство. 11 учеников увидели Его в комнате, когда Он явился им за закрытыми дверями и окнами. Затем более 500 человек увидели Его, когда Он вознесся на небо в деяниях один. Есть множество свидетелей, и я хочу привести вам еще один пример. Есть очевидец, который может доказать вам, что Иисус воскрес из мертвых. Он был там. Он вошел в гроб. Он обнял тело, которое было покрыто кровью и обмотано льном. Внезапно оживляющая сила сошла на тело Христа. Он прошел через лен и внезапно ожил. Он облечется в одежду, потому что чуть позже Мария увидела его, и он был похож на садовника. У него было четыре львные одежды. Откуда я знаю это? Потому что в день Искупления, когда первосвященник заходил в Святое Святых раз в год, он одевал четыре львные одежды. Христос, как сказано в Евреям, сказал Марии, «Не прикасайся ко мне, потому что я еще не вознесся к Отцу». Почему Он говорит об этом? Он собирается вознестись на небо, принести кровь, святое место небес, освятить небеса. И теперь, когда мы умираем, то не отправляемся в нижние части земли, как это было в Ветхом Завете. Мы отправляемся к Господу в рай. Второй Коринфинам 12. Вот что я хочу показать вам. Это очень важно. Если Иисус воскрес из мертвых, Он спаситель мира и Мессия. Вы должны просить Его простить ваши грехи и даровать вам жизнь вечную, потому что ради этого Он и пришел. Он не просто пророк. Да, Он может быть пророком, потому что Он пророчествовал. Он не был просто хорошим человеком. Он был хорошим человеком, безгрешным человеком, но Он был и есть Сын Бога Живого, как сказано в Писании. И Он грядет вновь. И вы должны быть готовы к этому. Я ощутил порыв проповедовать. Такого не было давно. Посмотрите этот ролик, а потом я вернусь к вам, чтобы закончить передачу. Спасибо. Я хочу приветствовать каждого из вас во имя Господа нашего Иисуса Христа. Он жив, и мы благодарны за то, что знаем Его как Господа и Спасителя. И я хочу поблагодарить вас за то, что вы смотрите передачу фестиваль «Манны» сегодня. Вы сможете связаться с нами через интернет, зайдя на сайт peristone.org. Мы хотим получать от вас всевозможные известия. Позвольте мне также сказать вам, что времена сейчас очень трудные, и Библия предсказала, что они будут таковыми. Мы живем во времена, которые Библия называет последними. Они еще называются последние дни. И вот что это значит. Многое произойдет во исполнение библейских пророчеств. А библейские пророчества — это то, что Бог показал пророкам. Некоторые из пророчеств были провозглашены 2, 3, 3,5 тысячи лет назад. Они говорят о том, что будет перед пришествием Мессии. А Мессия — это никто иной, как Иисус Христос. Он вернется снова. И я не хочу, чтобы вы теряли надежду. Ведь если вы истинный верующего Христа, если вы молитесь Иисусу Христу, и всем сердцем любите Его, значит, когда Он вернется, вы будете с Ним. А в будущем, согласно Библии, мы будем править со Христом на земле в течение тысячи лет в Его Царстве. А править Он будет из Иерусалима. Если вы никогда не принимали Иисуса Христа в свое сердце, не каялись в своих грехах, не следовали за Ним согласно Писанию, то прошу вас, сделайте это. Просто откройте свое сердце, откройте уста и попросите Иисуса войти в вашу жизнь, простить вам грехи и помочь вам следовать за Ним. Во времена кризиса только Иисус Христос может дать истинный мир. Ведь если мы живем, то живем для Христа, а если умрем, то будем с Ним в раю на небесах. Спасибо за ваше время, и пусть Бог благословит каждого в последующие дни. Вот о чем я говорю вам. Не игнорируйте этот листок. Вам может понадобиться 2-3 минуты для этого. С верой провозглашайте этот стих и говорите, «Боже, я прошу Тебя, чтобы Ты послал ангела за ними». Я приведу вам пример Норвала Хейса, моего друга из Клинвинда, Тенниси. У Норвала Хейса была дочь, которая бунтовала против него. Норвала пытался следовать за Господом, делать работу Божью, а враг приходил к Норвалу и говорил, «Ты приводишь людей к Господу, но твоя дочь даже не хочет слушать тебя. Она не хочет слушать ни единого слова. Ты приводишь людей, а она погибнет». Враг говорил ему это, но Норвел был великим мужем веры. Он говорил, «Этого не случится». Он провозглашал этот стих, «Я прошу ангелов Божьих пойти за ней. Я прошу ангелов Божьих привести ее». Он долго молился об этом. Эту историю мне рассказала его дочь, а также друзья этой семьи. И вот как все это происходило. Однажды вечером его дочь любила ходить на всякие вечеринки и гулять. Ее не интересовало служение Богу. Это факт. Однажды она пришла поздно и пошла в спальню. И тут она начала кричать. Она побежала к отцу. «Что случилось, милая, в чем дело?» Она сказала, «Папа, он в комнате». Сначала он подумал, что какой-то мужчина забрался в ее комнату. Он сказал, «Кто в комнате?» Она сказала, «Он большой. Он больше двух метров ростом. Это ангел Божий, папа. Он в комнате. Я видела его». И тогда Норвелл в своей привычной манере сказал, «Слава Богу, он должен был прийти уже давно». К тому моменту, как они вернулись в комнату, его уже там не было, но она видела его. Это событие открыло ее глаза на силу Божию и истину Евангелия, истину Слова. Она видела ангела Божьего. Можете быть уверены вот в чем. Если ваши дети или внуки, как говорят, «оторви и выбрось», то после встречи с ангелом Божьим они обратятся к Богу. Возможно, они не увидят ангела. Но вот что вам нужно делать. Вам нужно молиться Господу. Я хочу, чтобы вы просили его сделать то, о чем я говорил ранее. Напишите вверху стих, а внизу их имена, и прикрепите этот листок. Вам нужно не просто написать. Если вы работаете за столом, положите его рядом. Вы можете сделать это на маленькой заметке, но сделайте это. И молитесь за них каждый день, и когда эти дети спасутся, я ощущаю помазание Божье. Когда я говорю вам, что это случится, и когда ваши дети спасутся, свяжитесь со мной по электронной почте и расскажите мне, как это произошло. Я буду рад поделиться несколькими свидетельствами. Они придут к Господу. У вас есть завет. И часть этого завета — спасение завета. Спасешься ты, и весь дом твой, так сказано, в деяниях. Я провозглашаю это для вас и вашей семьи. Здравствуйте, с вами Перри Стоун, учитель и ведущий передачи «Фестиваль Манны». Я знаю, что многие смотрят нашу программу на канале G&C. Друзья, я хочу сказать вам, что мы молимся о всех вас. У нас есть много партнеров, которые молятся за вас. И еще хочу сказать вам, Евангелие проповедуется по всему миру, а это означает, что Иисус Христос вскоре придет. Мы читаем об этом в Евангелии от Матфея, 24 главе, 14 стихе. Через нашу телепрограмму я объясняю вам библейские пророчества последних времен о возвращении Христа. Даю вам учения о небе, о будущем, о том хорошем, что Бог приготовил для всех нас. Я хочу наставить вас в вере, научить вас силе Духа Святого. Вы узнаете много интересного, если будете смотреть «Фестиваль Манны». Мы молимся о том, чтобы Бог был с вами и хранил вас. Надеюсь, вы будете всегда следовать за Ним. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»